Антарктида Самый важный и передовой науки на нашей планете — наука на краю Земли. Приземляясь на географическом южном полюсе, самой южной точке на Земле, будто попадаешь на другую планету. Впереди располагается антарктическая станция «Амонсен-Скотт» — один из самых технически совершенных научно-исследовательских комплексов за всю историю. Несмотря на расположение на вершине ледникового щита на высоте почти 3000 метров, на станции круглый год поддерживается комфортная температура в 20 градусов Цельсия. На ней расположились ученые самых разных направлений, а также два самых мощных телескопа на Земле. Кроме высокотехнологичного оборудования, на станции есть и система жизнеобеспечения, чтобы люди могли отдыхать, работать и развлекаться с относительным комфортом. Это потрясающее здание является собой триумф технологии и техники. По условиям, оно больше любых других мест на Земле похоже на космическую станцию. Но станция такого размера нуждается в поддержке. Каждое лето вереница тракторов завозит припасы по снежной дороге, названной «Шоссе Макмерда-Южный полюс». И это путешествие занимает больше четырех недель. Груз, который они везут, обеспечит базу на следующие шесть месяцев. Вскоре после отправления колонны, Солнце заходит в последний раз. Началась антарктическая зима. Долгая, темная ночь, которая продлится месяцы. Именно полярной зимой комфорт и безопасность антарктической станции оцениваются по достоинству. Хотя пик исследовательской активности приходится на лето, станция функционирует круглый год. Основная команда состоит из 50 сотрудников, которые проводят здесь всю зиму. Они справились с задачей создания пригодных условий в одном из самых враждебных мест на Земле с помощью неожиданного объекта — теплицы. Здесь, под искусственным светом, выращиваются свежие овощи и фрукты, в то время как остальной материк погружен в темноту. Предписания запрещают ввоз почвы в Антарктиду, поэтому овощи выращиваются с помощью гидропоники. Их корни непосредственно контактируют с водой, с питательными веществами. Здесь внутри достаточно тепло, 25 градусов Цельсия, а относительная влажность около 55%. Снаружи температура была бы как минимум минус 30 градусов, а когда зима наберет силу, похолодает до минус 80 градусов Цельсия. Снаружи довольно-таки холодно. Полагаю, это самое продвинутое место, которое только можно найти в Антарктиде. Эта теплица настолько высокотехнологична, что сотрудники могут контролировать количество поступаемого к растениям света и питания прямо из своих уютных кабинетов в Аризонском университете. Но чтобы по-настоящему оценить достижения современной науки на Южном полюсе, необходимо отправиться на 100 лет назад, во времена, когда научные исследования здесь только начинались. В 1911 году Роберт Фалкон Скотт и его команда построили эту хижину в качестве базы снабжения, с которой они отправились в свое путешествие, чтобы стать первыми людьми, достигшими Южного полюса. Здесь почти ничего не изменилось, словно они покинули это место только вчера. В отличие от современных посетителей Южного полюса, этим людям пришлось взять с собой все необходимое для жизни. Их ящики с запасами прибыли на корабли, в них были материалы для постройки хижины, а также еда и одежда для людей. Десятки тысяч этих предметов все еще находятся здесь. Вся их еда прибыла в жестяных банках, которые до сих пор рядами стоят на полках. Да и койки, на которых спали 25 членов команды в свою первую зиму, до сих пор выглядят почти так же, как и век назад. Пока Скотт с командой готовились к походу на Южный полюс, они провели множество научных экспериментов. Они принесли с собой оборудование для изучения погодных условий, геологии и сбора образцов. За годы хижина подверглась разрушению, но с недавних пор начались реставрационные работы в самом удаленном месте на Земле. Их цель — спасти хижину от разрушения льдом, а также узнать побольше о ранней науке и выживании в Антарктиде. Экспедиция была хорошо оснащена оборудованием и техникой. Здесь также был телефон, кабель от которого был проложен по морскому льду и соединял множество различных мест. Здесь довольно замысловатая система переключателей и освещения. Наружные и внутренние электрические лампочки, которые в то время были действительно передовой технологией. А также огромное количество научного оборудования, всех видов. Нам очень повезло, что все это сохранилось в таком виде. Я хочу сказать, что дом был рассчитан выдержать два, максимум три года. Но он стоит, как видите, даже столетия спустя. Поэтому у нас есть потрясающая возможность сохранить то, что имеем для будущих поколений, если работать быстро. Скотт и его люди покинули хижину 1 ноября 1911 года, отправившись в пешее путешествие к Южному полюсу. Перед ними были 1300 километров самого сложного ландшафта на планете. Путь, который они проложили через трансантарктические горы, вывел их на массивный ледник Бирдмора. Они медленно пересекали его устрашающую поверхность, пока, наконец, не достигли полярного плато. Им все еще предстояло пройти почти 500 километров. Когда они достигли полюса, их победа была омрачена тем, что норвежец Рауль Амонсен добрался туда первым. Скотт и четверо других погибли во время обратного пути. Рядом с местом их гибели были обнаружены 16 килограмм образцов породы и ископаемых, которые они несли с собой обратно. После этого нога человека не ступала на полюс 44 года, пока в 1956-м здесь не основали первую научную станцию. Небольшой отряд ВМС США привез запасы на самолете, чтобы построить первую антарктическую станцию Амонсен-Скотт. Шесть деревянных хижин посреди пустынного ледникового щита. В тот же год команда ученых провела здесь зиму. Это были первые люди, испытавшие на себе самую долгую и темную зиму на Земле. Старые деревянные хижины в 1970-х годах были заменены этим огромным куполом. Но впоследствии и его время закончилось. Он был разобран на части и полностью вывезен в 2010 году, как и полагается любому искусственному сооружению в Антарктиде. Современная станция Амонсен-Скотт создана, чтобы противостоять экстремальным условиям. Ее скошенные бока отводят ветер, а сама она стоит на сваях, которые могут быть подняты, чтобы подстроиться под снежные наносы, которые растут со скоростью 20 сантиметров в год. Это очень сильно отличается от бледной белой пустоши, с которой столкнулись Амонсен и Скотт. Они были бы по-настоящему поражены, увидев то, что находится здесь сейчас. Наука далеко продвинулась за последнее столетие, но цели тех, кто прибывает сюда, во многом остаются теми же. Это место, где ученые наблюдают за небом, выпуская метеозонды дважды в день, чтобы собрать важные данные об уровне озона в нашей атмосфере. Воздух на Южном полюсе также считается самым чистым на планете. Его пробы берут здесь, в обсерватории атмосферных исследований последние 50 лет, что дает длительную базовую линию уровня газов, вроде углекислого. И эти данные крайне важны для современной климатологии. Изменение климата сейчас довольно острая тема и очень важно, чтобы мы следили за уровнем углекислого газа. Если говорить упрощенно, то мы хотим знать, как сильно его уровень возрастает или падает. Эти многолетние записи действительно дают очень хорошее представление. Особенно здесь у нас выходит хороший глобальный средний показатель, потому что тут нет местного воздействия. Мы можем получить данные о его уровне, не находясь рядом с городом. Но здесь можно изучать не только современный климат. Лед Южного полюса идеальное место, чтобы исследовать наше прошлое. Этот комплекс под названием «Ледяной куб» — силовая установка для огромной подземной системы датчиков, которая использует нетронутый лёд Антарктиды как естественную лабораторию для изучения зарождения всей Вселенной. Ледяной куб занимает кубический километр, но находится глубоко под поверхностью. С помощью обогреваемого бура в ледниковом щите плавятся скважины 2,5 километра глубиной, процесс которой занимает около двух суток. В скважины опускаются цепи оптических детекторов, которые регистрируют крошечные, едва уловимые частицы, проходящие сквозь лёд. Эти частицы называются нейтрино. Они сформировались миллиарды лет назад, после рождения Вселенной. Нейтрино чрезвычайно трудно засечь, но когда они проходят сквозь Землю и попадают в чистый прозрачный лёд, то иногда сталкиваются с атомами, производя крошечные вспышки голубого света, которые выдают их существование. Ледяной куб — это нейтринный телескоп. Он чем-то похож на обычный телескоп. Мы пытаемся составить образ Вселенной, но используем частицы вместо света. Сведения, полученные при картировании и направлении движения этих частиц, дадут нам поразительную возможность заглянуть в космос и в самое начало времён. Лёд Антарктиды не только помогает нам узнать о нашем прошлом, но также содержит и информацию, которая очень важна для настоящего. Магистральный самолёт DC-3, построенный в 1942 году, оснащён ультрасовременным георадаром, который, по сути, может видеть сквозь лёд. Этот самолёт — передвижная лаборатория, из которой учёные могут наносить на карты километры неизведанного ландшафта, но не просто на поверхности, а глубоко внизу, где лёд встречается со скалой. Этот самолёт называют аэрогеодезической платформой. И подобная платформа позволяет объединить многочисленные данные. В данном случае у нас 14 синхронно работающих приборов. Каждая из них играет роль в определении геологии и глицеологии в регионе Антарктиды, над которым мы сейчас летим. Большая часть льда, покрывающего Антарктиду, достигает в толщину свыше 4 километров. Он закрывает горные гряды, вулканы и озёра, а местами его вес продавил землю намного ниже уровня моря. Это просто невероятно, всё это здесь внизу, о чём мы просто никогда бы не узнали без этих инструментов. Выглядывая из окна, видишь только лёд, насколько хватает взгляда. А на самом деле можешь пролетать над цепью гор размером со скалистые. Находиться в Антарктиде — это нечто особенное. Для меня честь быть частью этого проекта, который собирает такие важные сведения. Чтобы сформировать понимание нашего природного окружения, до которого нелегко добраться. Лёд Антарктиды не стоит на месте. Он движется, стекая с самой толстой части щита к берегу. Кроме этого, лёд быстро меняется. Трудно представить, но если весь этот лёд растает, то глобальный уровень моря поднимется более чем на 60 метров. Научные программы вроде этой чрезвычайно важны. Нам необходимо знать объём этого льда и лучше понимать его поведение, прежде чем мы сможем дать долговременный прогноз на будущее для этого щита, а следовательно, и для того, что ждёт всех нас. Места, где изменения происходят наиболее быстро, находятся у краёв ледникового щита, где лёд стекает в море. И именно здесь сосредоточена большая часть внимания учёных. Я работаю здесь уже 25 лет, но никогда я не испытывал такого ощущения срочности, как в этом конкретном проекте. Мы знаем, что прямо сейчас уровень моря поднимается. Он поднимается всё прошлое столетие, но сейчас он делает это намного быстрее, чем раньше. И мы предполагаем, что это ускорение будет продолжаться. Чтобы понять, что океан делает со льдом, нам надо в него опуститься. И наш путь к океану пролегает через этот шельфовый ледник. Мы используем бур с горячей водой, чтобы сделать скважину, расплавить скважину через всю толщу ледника. И затем через эту скважину мы сможем запустить наш профилограф. Профилограф — это специально разработанное записывающее устройство, которое опускается сквозь ледник в океан под ним. Это уникальное и дорогое оборудование. Это один из самых трудных запусков, которые мне приходилось совершать. Для этой штуки у нас нет замены. Пока всё идёт нормально. Но никогда не знаешь наверняка, как всё пройдёт, пока не примешь в этом непосредственное участие. В ближайшие месяцы профилограф будет передавать информацию о том, что происходит под шельфовым ледником в лабораторию в Монтерее. Он расскажет нам о том, какая вода поступает под лёд, и какая вода покидает его. И из этой разницы мы определяем, что происходит со льдом, как много его растаяло, потому что таяние льда истончает шельфовый ледник, а он уже... Более тонкий ледник уже не может удерживать ледниковый щит так хорошо. Поэтому, как только шельфовый ледник истончается, скорость стекания щита возрастает. То, что мы здесь делаем, важно потому, что уменьшение Антарктиды в размере повлияет на уровень моря по всему миру, а почти половина мирового населения живёт поблизости от берега, и такое изменение затронет их. Хоть Антарктида и кажется нам далёким краем планеты, однако всё, что здесь происходит, затрагивает всех нас. Может, мы и считаем его материком, застывшим во времени, но на самом деле лёд ведёт свою жизнь. И нигде это не показано более убедительно, чем на самом Южном полюсе, который и до, и после посещения его человеком не прекращает двигаться. Привет! Прежде всего, я хочу поблагодарить всех и каждого из вас за то, что пришли сегодня сюда. Здорово видеть такую многочисленную публику на этой традиции на Южном полюсе. Мы собрались здесь сегодня для ежегодного переноса маркера географического Южного полюса. В данный момент, как вы все знаете, Антарктическая станция, наш дом, находится на вершине полярного ледникового щита толщиной 3 километра. И этот щит движется со скоростью примерно 10 метров в год. И если хотите, то где-то 2 сантиметра 7 миллиметров в день. Мне выпала честь представить вам от имени команды, зимовавшей здесь в 2009 году, маркер географического Южного полюса 2010. На нем выбиты имена каждого члена перезимовавшего экипажа. С этим я хочу пригласить всех вас принять участие в перемещении этого маркера на новую, географически точную позицию Южного полюса. Официальный маркер и флаги стран-участников договора об Антарктике служат напоминанием, что Антарктика никому не принадлежит, но предназначена интересам науки и прогрессу всего человечества. Перевод Елена Акулова Редактор Александр Кривцов Текст читал Владимир Курдов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова